добрый день уважаемые подписчики сегодня у меня автомобиль mazda 3 2006 года выпуска двигатель 1.6 автомат передний привод пробег на автомобиле 190 тысяч километров скажем так недоработки мастеров или проще назовем работа спустя рукава ну всякое бывает всякое случается ломается при установки демонтажами но если ты что-то сломал ну так сделай это точнее говори что тебе надо все это бросить так как она есть то что там на автомобиле увидел это не оговаривалось люди сказали там ремонтировали но стучит по итогу сзади стойка не закручена болт сорвали не закрутим гайку сорвали не закрутили спереди шаровая не закручена шаровые меняли болт сорвали то есть вернее гайку на болту сорвали не закрутили но вы же когда делаете вы же видите что у вас не получается переделать поднимаю показывать решил пробежаться посмотреть пока автомобиль был поднят подвеску попросили глянуть но увидел здесь вот по зазору видно что гайка не дотянута линки стоят новые их заменили совсем недавно еще грязью даже не закидано вот эта сторона если нормально вот эта сторона немножко ребята пропустили затягивали не дотянуть может хотя возьму шестигранник на 5 на 17 здесь похоже шестигранник подорванный здесь шестигранник подорванный вон что они сделали они сорвали шестигранник мастера я не знаю кто делал не дотянули гайку она туго пошла и все они просто ее бросили вот так вот это в конце на туда и идет из-за того что шестигранниками и развернули ее увеличим а в конце но туда идет из-за того что шестигранник и и развернули ее увеличили а теперь даже не знаю как ее вот здесь резьба забита поэтому она у них и туго крутилась резьба забита ладно гайку сейчас перекушу болгаркой сниму фаску болгаркой сниму фаску а как же ее закрепить то здесь у нас под ключ нету места ладно чего не придумаю пока снимаю вот здесь если шестигранник целый был внутри она и открутилась до самого конца нормально беру гайка кол и КОНЕЦ 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 Гайку расколол и спокойно выкрутил Они когда ставили, они сразу должны были увидеть, что резьба попорченная Во-первых, сейчас прогоню резьбу, раз я ее снял Попробую метчиком прогнать, то есть леркой Думал-думал, наверное, сниму пыльник Прогоню резьбу, как я и говорил, оставлю там метчик То есть, почему я метчик, оставлю там лерку А уже потом хочу здесь переварить болтик с головкой на 8 И смазки под пыльником мало Ой, заодно смазки добавлю Сейчас только увидел здесь с обратной стороны Производитель написан торг Дешевая продукция Металл никакой, он сырой, поэтому ничего удивительного, что шестигранник срезался Вот так сейчас зажму вот за это место Зажимом Плашка 1.25 Здесь я на начале ее уже зашел Поэтому новая гайка уже оденется легко Прогоню еще несколько раз туда-сюда И докручу до низу Там, где резьба тоже сорвана Из-за которой вас у ребят закусило Вот она гайка Все, а теперь сниму Плашку оставляю здесь Сюда ставлю болтик Провариваю его, обтачиваю И потом выкручиваю обратно И получится у меня резьба будет хорошая А за шляпку я уже смогу ключиком держать, чтобы закрутить Маленько напильником обточил Электросваркой Вокруг прихватками прихватил Чтоб металл сильно не нагрелся И здесь вкладыш не расплавить Даже видно, смазка не потекла Ничего Температура далеко не ушла Дальше мокрой тряпкой ее остудил Сейчас Вот здесь на выходе Только резьбу восстановлю И можно будет закручивать Добавляю смазки Литольчика маленько Потому что здесь мало И еще раз убеждаюсь, что Во все новые надо добавлять Чтоб дольше ходили Достаточно Добавляю смазки Добавляю смазки Добавляю смазки Все, кольцо я одел Одеваю резиночку сюда Вот и все Правда шпилька получилась длиннее Смазываю Смазываю Медной смазкой Закончилось Надо новый баллончик брать И вставляю на место Шпилька длинная Добавляю смазки Шпилька Шпилька Шпильку КО ito КО ito Тан accumulation Красного вот и все сильно не тяну так как металл слабый чтоб его не потянуть подтягиваем и оставляем теперь когда надо будет откручивать его достаточно здесь держать ключ вот головка на 8 вот одевается и все держится теперь можно будет потом спокойно ее открутить уже рубить не надо вот так вот теперь ничего не стукает не брякает сегодня обязательно людей поинтересуюсь где они ремонтировались до этого мне просто интересно и интересно не только позади стойки стабилизатора смотрите меняли шаровые вот видно прихватка новую шаровую установили и болт поставили не того размера который должен быть меньше диаметра почему-то сделали через контрагайку болт короткий и болт не за болт шаровый не зажал я думал сначала шаровая стучит а потом давай смотреть палец ходит вот из и каждая кочка каждый поворот руля дается с щелчком и стуком так вот сейчас сниму колесо и по диску видно весь диск изнутри вот расклепан видать а вот и с другой стороны тоже какие-то щелчки еще ладно пока устраняем шаровую снимаю колесо колесо снял откручиваем гайки вот что этой гайкой можно зацепить она правильно они сорвали резьбу и пытались этой гад контрагайка за контрагай на ней кстати тоже резьба сорвана и на той и на той я в шоке болта вроде по диаметру подобрали я там сначала диаметр не попал резьба от гайки на месте вот у нас скручиваю ладно беру болт другую и подбираю взял такой болт от шаровой опоры смажу его правда гайки теперь здесь будут на 16 правда гайки теперь здесь будут на 16 резьба убирают чехно коротагогина безум 하ных осталось чехно хэни 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 шапу хэн хэн хэни хэн хэн Ну, надеюсь, сейчас зажал. Все, шаровое зажато. Вот такой вот бывает. Ну, что тут сказать. Устранил я эту неприятность. Всего вам доброго.